Доброе утро! Доброе утро, папа! Доброе утро, дети! Доброе утро, мама! У нас сегодня прекрасная погода, дождь закончился. Столько машин, уже половина разъехалась, но машин очень много. Сегодня как-то все как-будто приехали. Полный автобус. Наш завтрак. Мы дома. Коты. Мася как это там? Мася музыку слушает. Классику оккультуривается. А эти пожрать пришли. У нас ветчина, сыр, папа творог, блинчики. Блохи. У кого блохи? Нет у моих котов блох. Это у вашей собаки блохастые блохи есть. Шучу, милая, шучу. Ладно. Ты после салона красоты просто стерильная собачка. Все, приятного аппетита. А я, друзья, уже приехала, солнышко, за детьми. У нас уже обед. Жду. Сейчас придойдет уже автобус. И сейчас заказали пиццу. Сейчас приедет у нас пицца, палочки, что-то там еще. То ли крылышки Лиза заказала, что-то еще. Я была занята. Я ничего вообще не готовила. В общем, заказали домой пиццу. Сейчас нам приедет пицца. Сейчас детей встречу. У нас уже обед. Как раз пообедаем. Лёва уже пришел из школы. Сейчас детей дождусь. Бегут мои солнце. Так, вон один. Синенький бежит. Вот он. Ой, да вальный какой. Ты прям блондин почти у нас. Соломенные волосы. Хеллоу, дарлинг. Как у тебя дела? Не закрывай, сейчас Катя будет открывать. Не закрывай. Как дела у тебя? Все нормально? Вон он, котик еле ползет. Лапу своей передвигает. А, идиот. Идиот. Розовый человечек. Хеллоу. Как дела? Нет, Доритус. Доритус. Доритус? А вы не просили Доритус? Вы не просили меня Доритус купить? Садись скорее. Закрывай, закрывай. Жарко. Ты просила Доритус? Ты, наверное, не меня просила? Хочу Доритус. Катя, в носу не ковыряй. Катя, вчера маникюр себе сделала. Розовые ногти. Я забыла сказать, мы же вчера с Лавриком заказали эту глину. Я нашла эту глину. Я еще почему вчера искать-то пришлось? У меня другой аккаунт, и найти не могу в истории. То есть, когда та глина была заказана вообще с другого аккаунта, и так-то в истории раз посмотрел и заказал снова, а у меня другой аккаунт. Так, ладно, поехали. Что там? Коза большая? Так, пришла у нас пицца. Сейчас пойдем спустим сидеть у меня в душе. Лиза сейчас подходит, говорит, как ты сказала? Люкс? Обед? Люкс? Да, ты сказала, подними, пожалуйста. А ты, говорит, где ж так кормят-то? Говорит, дома? Люкс? Что-то какая-то большая. Закроется? Нет. Неважно. Закроем. Так, приехала пицца. Сейчас вытащу детей. Закрыл? Закрыл. Пока собрала. Так, все, нам привезли. Что это тут она заказывала? Палочки. Папа выбросил крылышки. И палочки, да? Ой, пахнет. Ой, мило, пахнет. О-о-о. Так это моя. А что это? Это моя пицца. Это та самая пицца? А почему она в таком виде? Не в круглом? Она поменьше. А, да? Это как раз с грибами. Я тоже такое люблю. Это реально вкусная пицца, да? Ой, мило, ой, мило. Вкусно пахнет. Она такими квадратными, да, как будто порезала? А чем отличается? Просто нарезано по-другому? Ну, я думаю, там тесто поменьше, а в основном только пицца. Вот твоя, видишь, побольше. Ага, а это поменьше. Фу-фу-фу-фу. Так, Лёва ждет, там страшно просто палочки. Ну, как всегда, соусы и крылышки. Папа, да, уснул. Это мои. А, они разные, в смысле? Нет, одинаковые. Вяка и соусы. А, понятно. Папа, немножечко устал, не выспался. Так, сейчас я детям переложу палочки, а то они там запотевают сильно. Над тарелкой ешь, над тарелкой. Все у нас трапезы. Собаки? Не надо. Лёва в комнату пошел кушать. Жвачку ей? Ну, а у неё она аллергичная, не надо. Да нет, её этих. Это Костя. А, Костя. Ну, Маша сейчас решила пока не давать. И тебе гаджет. Все с гаджетами. Лиза, ты что, без гаджета? А, нет. Все. Сейчас принесу-ка тебе. На мой котик. Скажи, как так? На, держи. Ой. Лаврус, ты давай что-нибудь одной. Или рисовать уже, или мультики смотреть. Так, ребят, у нас вечер уже практически. Лавруша себе целый арсенал взял карандаши и маркеров. Кого у тебя там нет? Маркеров? Маркеров, да? И даже. Фломастеры. Карандаши. Хайлайтеры. Хайлайтеры. Фломастеры. Блестящие. Блестящие? А, тебе нужны блестящие. В общем, у него там мало того, что у него там с двух сторон карманы забиты всякими фломастерами. Маме даже марки. А ты в курсе, что у тебя вот здесь есть? Смотри, вот здесь. Ты видел? Ты же не забыл, да? Ты сам грузил на каникулах. Там целая куча. Забыл? Стой. Ну, вот я так и знала. Грузил, грузил эти ручки цветные. Стой. Забыл? Ну и что делать будем? Зачем тебе так много? Оставь половину дома. И кисточки. Все, все, все взял. Ну, оставляй что-нибудь дома. Зачем тебе столько таскать? Давай хотя бы вот это вытащишь. Нет. Мила. Мила, ты меня хвостом сейчас убьешь просто. Бэтмен. Левка лежит, Бэтмен и смотрит. Катя кого-то лечит или красит. Ну, взял, взял. Господи. Мама, ты как красиво. Красиво получалось? О, боже. Ты что, лаком сделаешь, что ли? Это лаком. Досталось все сверху. Нам, ты три. Только на себе не намажь. А, ушко отлетело. На себе не намажь, только, пожалуйста, ладно? На футболочке. Надо мне уже обновить. Катя, уже обновить пижамный наш. В общем, много-много пижам как-то покупала. Они немножко выцветают. Ну, как? Я их стираю сейчас постоянно. Ну, вытирай. Если что, я потом ацетоном сотру. Ладно, не страстно. Если что, сотрем. Да, мила, ацетоном? Смотрите. Вау. Это он. Вот, я вот про такие куклы говорила. Помните? Вчера вот это вот глина. Вот такую вот глину я заказала. В общем, насла эту глину. Это неубиваемые такие абсолютно такие куклы. Вот эту вот глину, главное, запечь в духовке. Уже показывала много раз. Одно время он сильно увлекался. И вот сейчас опять. Опять 25. Вот таких вот кукол налепил. И им ничего вообще не происходит. Они работают. Давай. Сейчас батарею поменяем. Не могу вытащить из машины аккумулятор. О, а как ты открыл? Ну, ты же туда красил, двигайся, двигайся. Ой, я не смогла. Ты красил? Катя просит поиграть. Вот так красиво. А, мне вот эта штука нужна, мне зарядить надо. Опа. В танках. Да. Угу. Спасибо. Чтобы вот это вот четырехколесное чудище зарядить, надо его разобрать почти полностью. У него всякие вот такие вот штучки. Это потом уже. Так, и теперь вот эту вот хренатень надо зарядить через какой-то из этих... Ой, подождите, это, по-моему, был запасной, что ли. Еще попробуем. В общем, еле-еле сообразила, какой от этого провод. Их много. Машины две. А вот эти вообще стуки заряжаются от батареи. Батарейка тоже, походу, села. Сейчас буду вскрывать и менять батарейку. А машина пока будет заряжаться. И потом ее, главное, собрать. Обратно подсоединить. А, вон что. Я никогда не смогу в этом разбираться. Меня вообще дико бесят вот такие вот вещи, в которых мой мозг должен напрягаться. Чтобы... Не поняла, работает или нет она. Когда много-много проводов. Потому что я, например, никогда в жизни. Теперь, видимо, работает. Не подключу, например, компьютер, там, я не знаю, еще что-нибудь там. Вот в этом я вообще полную профану о всех этих вещах. Когда больше одного провода, все, у меня просто взрыв мозга начинается. Ребят, мы еще не съели арбуз. Представляете? Мы его еще не съели. Мы сегодня только с Лизой впихнули его сюда. Точнее, Лиза его впихнула сюда. У нас борщ съеден. Место освободилось. И мы его впихнули сюда, чтобы он был ледяной. Он, в принципе, уже холодный. Но, скорее всего, не насквозь. Поэтому будем, скорее всего, завтра его только резать. Чтобы он заново весь замерз. Еще, друзья, знаете, что я сюда залезла? У меня вопрос к вам. Кто ест кимчи со мной? Судя по моим комментариям, в каждом видео, когда я показываю кимчи, кимчи не ест никто. Может быть, кто-то, конечно, ест. Но в основном комментарии, что фу, Лена, как это можно есть? Это же очень остро. Ну, в основном. Но у меня вопрос. Вдруг кто-то ест? В общем, оно замерзло. Оно стояло вон там, в самом конце. А там у меня все замерзает. Можно, конечно, температуру убавить, но не надо. И оно стояло там. Короче, я забыла про него. Стояло давно, я туда поставила уже другие банки. Но это замерзло. Прям вот я сегодня достала. И, в общем, там лед. Кимчи же можно вроде замораживать. Это же капуста. Капусту можно замораживать. Кимчи можно же замораживать. Оно вкусное будет. Я оттуда вытащила, но оно еще не оттаяло. Там просто лед. Вот я думаю, не то, что вкусно, а вообще съедобное вообще после разморозки будет или нет, как думаете? Кто ест или кто замораживал? По-моему, где-то я слышала или видела, что, по-моему, его замораживают. Может, я ошибаюсь, не знаю. Ребят, кто знает, а? Кимчи моё. Как я забыла. Видите, целая банка. Я вот когда еще только купила, сколько-то съела, и все, я про нее забыла. Туда ее запихнула в самый конец, и все, я там не бываю почти. Звездец. Заморозила. Ребята, у меня сегодня такое сонное царство вообще дома. Капец, после обеда. До обеда мы работали, заняты были. А вот когда вот все дети пришли из школы, ребята, они все просто вырубились. Но не все. Лаврик играл в iPad, вот здесь прямо на диване. Я подхожу, он спит. Представляете, iPad идет, играет, там что-то он смотрит, играет, игра или что. И смотрю, он спит прям. Это ладно. Потом у меня Лиза выходит заспанная, говорит, мам, я вообще вырубилась. Потом захожу к Лёве, он спит. И папа показывала на диване, видели, спит. Вот, вообще, у меня сегодня просто все вообще. Я еще вот почему вот после обеда вообще ничего не снимаю. Вот сейчас вот уже вечер, видите, вечер уже. Сейчас время-то уже. Уже полвосьмого. Вот, и у меня сейчас все встали. Лёвка мультик смотрит. Лаврик с Катей тоже там что-то делают. Лаврик все свою глину ждет. Вот, он милко даже спит, видите. Вообще сегодня просто сонное царство. О, Харли увидели. Это, которая у тебя такая фигурка есть? О, Господи. Жирочка, мам, собралась сесть. Ой, ой, котик, котик. Я тебя так и не замечу. Как-нибудь сяду на тебя и раздавлю. Только белые лапки твои видно. И нагрудничек твой красивый. Жирочка, Жорик, котик мой. А мать куда сядешь? А мать куда сядешь? Жирка, Жирка, шкура ты такая. Шкура ты такая. А, шкура? Уступила Жорику место. Села на другой стул. Жирик, ничего мама не может с собой поделать. Где я? Где я? Сижу, у меня там видео загружаются. И вот лежим с Жориком. Все. Надоело. Неудобно. Лаврик все ручки вообще утащила. Сейчас раскладываю то, что они разбросали в гостиной. Кате накрасили ногти. Там такой маникюр сделались наикрасивый, разноцветный. И сейчас просто раскладываю вещи. Сейчас пойду хуже спать укладывать. Высохла? Леди Флауэр, новый костюм. Мультики. Это же старые мультики, да, Лёва? Поэтому мы новый костюм. Пробиваются по старым мультикам, по старым Бэтменам. Катя, только пока ничего не трогай ручками. Высохнет сейчас. Идем зубки чистить. Я уже открыла окна. У нас такая прохладная ночь. Сейчас будет вообще. Прям я открыла. Кондиционер выключила. Высохнешь, потрогаешь, скажешь. Пойдем почтим зубки и спать, хорошо? Ой, потанцевать, потанцевать вечером. У кладушки. Катя тут разложила игрушки. У нее тут в три этажа просто. Да, песню поет. Там пипец, не дай бог. Еще они в том порядке обязательно должны быть. И больше ни в каком. Все, спать. Иди поцелуй, иди спать. Лавра, сдаем. Доброе утро. Мы приехали в школу. Котик весь одет. Лаврик весь раздет. Кать, покажи свой маникюр, что ты красивый. Вчера не показали. О, вау. Красили вчера. Красиво, котик. Красиво. И калькулятор с собой взяла. Едет деловая, деловая. И считает, и что-то решает. Дела какие-то там. Все, сейчас пойдем уже выходить. Что, холодно? Нет. Скукожился весь, сократился. Смотри. Взяла кофту, думаю, ну хоть, может, в машине одень. Нет, бесполезно. Давай оденем. Снимешь в автобусе сразу. Как только мама скроется за горизонтом, сразу можно снять. Нет. Давай. Нет. Ну, сейчас хотя бы одень. Нет. До автобуса. Нет. Так, сейчас уже придет автобус, надо уже выходить. Никого нет, у нас просто автобус раньше идет. Мы раньше выехали по приложению. Показывается, что он подъезжает уже. Да, сейчас приедет, да. Мы принеслись пораньше. Сейчас приедет, а у нас еще никого нет вообще на столбике. Там буквально два человека. Нравится, да, котендра? Любит, сидит. Все, я в машине. Теперь все вот это вот барахло везти домой. Кофту. Все это едет домой. Во Флориде, как всегда, кто как одет. Кто-то в кофтах, в штанах, кто-то в сланцах, кто-то в теплых уголках и в шортах. Здесь, конечно, можно по-разному увидеть, как одеты люди, когда прохладно. В основном такое ощущение, что люди как будто бы всегда ходят как легко, даже когда очень холодно. Вот прям, когда холодно. А здесь еще с этой влажностью особенно чувствуется, когда холодно или ветерок, не дай бог. А с этой влажностью ты как будто льдом покрываешься. Вот. И так, народ, конечно, кто как. Дети в том числе, кстати. Как родители, так и дети. Кто как. Как, ребят, у нас уже скоро обед. Часов 10, по-моему, сейчас. Уже у меня все разъехались. У меня никого нет. Релакс у котов. Мейсон куда-то делал столько, что тот бегал. Милка ходит за мной как хвост, потому что у нас сегодня среда. И в среду у нас по средам ездят машинки, косят травку. У нас шумно. Милке страшно. Все как всегда. Да, Милочь? Да. Куда я? Вот я иду. У меня стирка сегодня глобальная. Она там со мной. Чуть зажужжит. Я сюда, она сюда за мной. Я в комнату, она в комнату. Раскладываю, ухожу одежду с прошлой стирки. Она за мной ходит по комнатам. Ссыкуха. Так, надо мне суп еще детям приготовить. И что-нибудь еще. Арбуз, друзья. У нас же сегодня арбуз. Арбуз сейчас попозже. Уже к приходу Лизы. Потому что Лизы у меня нет. Так, а я сегодня... А, еще пицца же есть. А что я тогда готовить? А, там, знаете что, там пепперони закончилось. Там один, по-моему, кусочек остался. Но есть палочки. Готовить, не готовить, блин. Вечная дилемма. Готовить, не готовить. Готовить или забить? У меня обычно второе перевешивает. Но суп детям точно надо приготовить. Я уже кастрюльку поставила. Надо, надо, друзья. Супчик надо детям. Старшие, ладно, перебьются. Но, пожалуй, друзья, что-то надо приготовить. Я ж мать... Я достала, знаете, вот это что? Это кусочки, тут уже не видно, я в заморозку положила. Я брала, приготовил чуть ли не в этот же день, либо на следующий. Но что-то пошло не так, я его положила в заморозку. Здесь кусочки тонко-тонко-тонко нарезанные. Вот такие вот говядины. Говядины. Меланесса. Ёптеть, название-то какое красивое. Ну, короче, друзья, будем сегодня готовить меланессу. Камон. У нас будет не просто жареное мясо сегодня на гриле или на сковородке, посмотрим. У нас будет жареная меланесса. Теперь надо какой-то гарниф такой. Я даже не знаю, сюда после такого названия, наверное, обычный рис или пюре из пакетика точно не пойдет. Ладно, короче, оттает, приготовим. Не оттает, не будем делать. Ну, в смысле, оттает, конечно, но будем посмотреть к тому времени, когда оно оттает, будет ли у меня желание что-то делать. Ладно, посмотрим. Так, сейчас пока супчик сделаю. Так, положила я уже две куриные ножки. Ну, здесь, как обычно, здесь все, как всегда, зажарка, картошка, вермишелька, ножки, вода, соль. Все, больше ничего. Ну, детский, в смысле. Друзья, я сказала вермишелька, по-моему, да? Нет, не вермишелька, вот такая вот. В Москве с вермишелькой всегда делала, в Томске, а вот здесь вот такая вот. Вермишель здесь отстойная, но нам, по крайней мере, никому не зашла, какую мы брали здесь. Можно взять в русском магазине, там можно взять всякую щебеки, щебекинскую, скорее всего. Ну, не, скорее всего, а точно, я думаю, да, можно. Та-да-да-да-дам. Как вы думаете, что я решила делать? Это мука. Я тут надумала блинов напечь. Наверное. Мясо начинает оттаивать. Нет, оно даже не начало еще. Ну, в общем, пока пусть стоит, молоко пока не доставала, хотя можно и достать, пусть теплое будет. Ну, посмотрим, в общем, сейчас супчик доварю, потом посмотрю, может быть, блинчиков напеку. Все-таки, друзья, блинчиком быть. Это жидковато. Еще чуть-чуть муки добавлю. Так, все, готово. Вот так у меня получилось, вот такое вот жиденькое. Здесь у меня обычный рецепт для блинчиков. Здесь у меня, по-моему, 6 или 7 было яиц, не помню сколько, но в тарелочке лежало. Средние такие, некрупные точно яйца. Что здесь у меня? Молоко. Ну, наверное, литр. Где-то так. Может, больше. Дальше мука. Ну, чтобы вот такое тесто было. На глаз. Я не знаю, сколько здесь муки. Я просто насыпаю и миксером размешиваю вот до такой консистенции сгущенки, которая хранилась не в холодильнике. Вот так примерно. Достаточно жиденькая. Чуть-чуть соли. Что тут еще? А, чуть-чуть еще растительного масла. Все вроде перечислила. Да, 4 основных ингредиента. Это я всегда помню. Так, яйца сказала. Мука, молоко, сахар. Все сказала. Чуть-чуть растительного масла и соль. Да, все. Можно ванильный сахар еще, конечно, добавить. Я не буду. Вот этот сахар. Сколько сахара, кстати, тоже не знаю. Я вот просто, видите, сыпанула вот так вот. Кстати, вообще не сладкий сахар. Из Волмарта, от бренда Волмарт. Берем обычно и его, и в Костко берем. В общем, где находимся, там и берем. Не знаю, сколько я сыпанула, друзья. Но немного. Немного. Потому что со сгущенкой в основном едят. Но Лёва ест просто блинчики на сгущенку. Ну, хотя нет, он тоже со сгущенкой ест. А кто у меня без сгущенки-то ест? Никто, по-моему, все едят со сгущенкой. В общем, немного, чтобы не сильно сладкий. Потому что будут со сгущенкой есть. Так, все. У меня сковородка. Показывала уже эту сковородку. Что-то она у меня давно уже лежит. Бесхозная. Жарить буду на той комфорте. Здесь у меня не все хорошо буду жарить там. Так, включить ее еще сначала надо. И поехали. Нагревается у меня сковородка. Друзья, я сейчас точно опять получу не такие блины. Это как с борщом, как с пловом, как с котлетами совсем на свете. Я вообще, вы знаете, когда я читаю комментарии под готовкой, я думаю, так у всех блогеров и фуд-супер-блогеров, я думаю, то же самое происходит. Чего уж говорить о моем маленьком таком канале. Всегда получается очень много плохих комментариев, что вообще все делано не так. И вы знаете, первое, что мне приходит в голову, думаю, господи, сколько несчастных женщин, ребята, закомплексованных, каких-то травмированных. Я не знаю. Каждая обязательно расскажет, какая она супер-хозяйка, какая она супер-мать. С какими-то ненужными советами тут же, претензиями какими-то к другим людям, что неправильно сделано, неправильно воспитано, неправильно блины, вот в данном случае будет наверняка, испекла не такое тесто, яиц много или еще что-нибудь такое. Вот просто звездец. Так вот хочется каждой сказать, блин, да забей ты! На вот это никому не нужные идеалы и стандарты. Хер с ним с этим порядком, каким-то рецептурным борщом, пловом. Блин, для кого вы живете, ребята? В общем, будут блинчики. Будут блинчики. Нагрелась? Я же включила? Да, все, поехали. Прикиньте, у меня первый блин и не комом. Так не бывает. Мила, сейчас тебе, наверное, отдам. Я вообще всегда выбрасываю первый блин, но не потому, что он там комом или не комом. Он всегда невкусный. Я не знаю почему, но он всегда реально невкусный. Я, правда, его свернула, даже не знаю, Милке отдать. Но Милке нельзя сладкой, да? Да, Мила? Спала я, скажи. Ну, тут так запахло. Пришлось проснуться и припереться. Нет, шучу, я Милке не дам, конечно, я не даю ничего сладкого. В общем, ладно, пусть лежит. Кто-нибудь съест. И, друзья, у меня очень удобный... Ой, это я размазывала первое масло. У меня очень удобная вот эта вот первая... Первая, господи. У меня очень удобная вот эта лопаточка. Она широкая, и очень классно ей переворачивать блинчики. Прям одним махом так... Упс, она, видите, широкая. Раз так, супер. Будем пробовать блин. Но я первой не буду, я следующий попробую. У меня к блинчикам есть сгущеночка. У меня Лиза ее что-то не нашла. Она любит сгущенку. Я купила аж 4 баночки, но поставила не туда, куда раньше обычно складывала. Вон туда поставила. А раньше вот сюда складывала. И Лиза ее что-то проморгала. Да, друзья, забыла еще сказать, что здесь молоко у меня немножко теплое. Я его подогреваю чуть-чуть в обычном вот таком вот ковшике. Немножечко подогреваю, чтобы оно было теплое, а не из холодильника. Тогда они, не знаю, как будто не пригорают, что ли. Потому что на холодном, ну, не очень они так легко бы переворачивались. Очень вкусная вот эта сгущенка. Ну, по мне так она один в один. Только она чуть-чуть пожиже, как мне кажется. Ну, может и нет. Из холодильника, когда достаешь, она довольно густая. А когда вот я сейчас из шкафа достала, то она будет довольно жиденькая. Очень вкусная, мне очень нравится на стиле. Обычная в Америке такая вот продается в любом Волмарте. Следующий. Мы по первости покупали, ездили в русский магазин, но нам здесь местные подписчики, кто у нас смотрит, кто знает, точно рассказали нам, что здесь можно в любом Волмарте купить обычную сгущенку. Вот еще бы открывалась она нормально. Может, это специально сделано так. Ну, в смысле, что без инструмента не откроешь вот этой вот штучкой. Нету. Чего к чему? Ну, сделали бы нормально. Съела я блинчик один. Очень вкусный, но вообще не сладко. Вот зря я, кстати, не засняла, сколько я сахара сюда насыпала. Вы бы в комментариях меня просто закричали, что куда столько много сахара. Он реально, он вообще не сладкий. Вообще. Сюда, знаете, хорошо немножко ванилина добавить, мне кажется, тогда будет отлично. Но поскольку мы все едим со сгущенкой, то нам не надо. Так, блинчики у нас идут полным ходом. Вот уже вот столько. Осталось, в принципе, совсем чуть-чуть. Там на донышке еще штучек шесть, наверное, будет. И все. Вот столько блинчиков получилось. Сегодня немного делала. Все, друзья. Итого готовы. Блинчики уже все убираю. Я не сказала, да, или сказала. Мясо у меня перекочевало в холодильник. Вот оно, оно. Под чизкейком, которые не доели. Не знаю. Пусть, короче, лежит здесь. Завтра, если что, приготовим. Сегодня у нас арбуз и блинчики. Приехали. Маша съездила у меня, забрала детей. Поднимайся, привет. Ты уже и носки снял, как всегда. Как у тебя дела? Все нормально? Ладно, Маша, давай свои грязные носки. Опять и понести бэкпэк. Уморился. Мася. Побежал. А где котик мой? Да, вон он. Ой, Лиза приехала? О, как одновременно все. Хорошо. Ой, да не наступи на Масю, господи. Ой, 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 Маш. Привет, Лизак. Как дела? Катенька, поднимайся, зайчик. Конечно, устала, чуть жарко. Поднимайся, мой котик, поднимайся. Лиза, подними котику рюкзак. Все устали. Осторожно. Тетя Лошадь. Моя умница. Я говорю, Лиза блинчики приготовила. Котик, ты где у меня? Тихо, милая. Лиза говорит, хорошо. Котик, ты где? У тебя уже и рюкзак забрали. Ты где там есть-то, а? Наша вечно отстающая. Я пролезала. Ты кофту не забыла? Нет. В рюкзаке? Я пролезала. Где ты пролезала? Я пролезала. Пролезла? Да. Котик там лежал, и я вот так. Ты мой беззубый. Пошли. Обед, Лизуня. Подогрей, только они холодные же. Я уже подогрела. А, молодец. Так, сейчас разберу рюкзаки, покормлю еще детей. Я их уже искупала уже. Мокрые сидят, сохнут. Так, дети кушают блинчики. Мила ждет, когда у них что-нибудь упадет. Что за игра? Бэтмен? Я выберу Бэтгелл. Катя, кушаем, кушаем. По блинчику взяли. Горячие? Сейчас остынет. Сейчас остынет. Разбираю. Это у Лаврика. Лавруша, это кто? Это кто? Ну, просто кто это? Неизвестная личность. Рот, главное, в другой стороне. Непонятно. И вот такая вот книжечка. Маленький бульдозер. Почитать. Ну, я уже рассказывала, как мы читаем. Им дают книжку. Мы читаем. И, кстати, завтра у Лаврика. Вот Катя, напомните, сдача с книжной ярмарки. И Лаврика, оказывается, ярмарка завтра только. То есть у Кати, она, у ее класса, у первого класса была раньше, а у киндергартников, вот у этих, у детского сада она завтра только будет. В общем, завтра он чего-нибудь прикупит и принесет. О, вот эта скорость, да? Да, Лева покажет тебя. Да, убавились, наверное, скорость. А, там можно, о, этот уже под одеялком здесь. Наелся, одеялком укрылся, лежит с айпедом. А там можно убавлять скорость? Да, Катя, вот. А то слишком резко для Кати. О, супер. Катя, вот, теперь отлично и не страшно. А то она боится. Она застраивала, Катя. Все, на. Катя, прожуй. Все, на. Катя может полчаса жрать. Во. О, она сейчас опять быстро поставит. А, можно еще медленнее даже. Катя, дай, 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 дай. Так, полдник у моих младших детей. Маленькую, маленькую. Ага. Косиски, палочки. Это я их просто нарезала, которые сырные. Вчера они сказали, без макарушек хотим палочки. Я им нарезала, просто их подогрела. И помидорки. И все, сказали, больше ничего не надо, ни сыром посыпать. Поем? Молодец. Ну, хорошо. Аплодисментами встречают. Есть. Спать хочешь? Все, Лиза, и так теперь будет всегда. Сразу будешь... Всегда теперь будешь хотеть спать, поверь мне. Нет, полка, всю ночь не спала. Мне кажется, я это всю неделю должна отработать, потому что я пропустила. Я всю ночь не спала. Ну да. Это Лёва во что-то играет. Он побежал в комнату. Или куда. Сейчас придет, он ел так что. Так, ешьте. Сейчас остынет чуть-чуть и ешьте. Дети не могут поделить, кто будет телевизор смотреть. Катенька, это же тут не... Я бутылку ищу. Не останется же тут до утра. Воду им налью. А? Котик? Котик? Киса? Не слышит, Киса. Пицца? Где пицца? Она смотрит, Калат. Так, Мила, не дежурь там. Мила, у всех подежурила. Возле всех постояла, подежурила. Блин. О, господи, поделить. Теперь телевизор поделить не могут. Учитывая то, что в каждой комнате у них есть свой телевизор. Это кто не съел? Мама, подтвердите, что ты... Да, да, ты давно играешь, действительно. Все, Лев. Что это вообще? У меня кошки сроду так не едят. По-свински. Пришла у меня вечерняя уборка, как всегда, место. У меня утро начинается, с этого я день заканчивается. Что это, блин? Это как минимум прыгнуть на машинку и с нее свалиться просто надо, чтобы вот так вот было. Может, собака зашла? Ну, собака, если заходит, съедает, она съедает все просто. Подчистую ни одного камушка бы не осталось. Чего к чему? Друзья. Это очень сильный. Это самый сильный. Собирай на щелку, Лава. Нет, на щелку. Собирайте на щелку. Вдвоем играют сюда. Под руководством Лёва, видите, экран поделен на две части. Это они в два джойстика играют. Нажимай на щелку и собираем вот эти игрушки. Так, я уже укладываю детей. Лаврик тут ухахатывается. Опять смотрит про свои поделки. Кто, как, что делает, что мастерит, каких кукол, какие там глазки, какие ротики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА